МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крупные обрабатывающие предприятия Казахстана продемонстрировали рост в первом квартале текущего года. С января по март 2016 сбор налогов в секторе увеличился почти на треть и составил 188 миллиардов тенге. Это на 40 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшая доля выплаченных налогов приходится на НДС, сумма которого составила 40 миллиардов тенге. Прирост зафиксирован на уровне 5 миллиардов 600 миллионов тенге, что свидетельствует об оживлении продаж в секторе. Также существенно увеличились выплаты по акцизам, корпоративному подоходному налогу и по налогам и платежам недропользователей. Правительство планирует ввести запрет на вывоз лома черных и цветных металлов с 1 августа. Соответствующий проект приказа разработан Министерством по инвестициям и развитию Казахстана. Ограничение на ввоз – вынужденная мера, связанная с дефицитом металлолома у отечественных производителей. Ведомством проведен анализ потребления, импорта и экспорта лома и отходов черных металлов. И, как сообщил министр Женис Касымбек, есть риск недостижения плановых показателей роста. В целом, за время реализации первой пятилетки индустриализации, объем производства горно-металлургической промышленности по сравнению с 2008 годом увеличился на 28%. За период реализации удалось увеличить производство арматуры в 10 раз, афинированного золота в 4 раза, ввести в строй сорто-прокатные и другие мощности, освоить выпуск новой продукции, ранее в Казахстане непроизводимой. Это такая продукция, как титановые слитки, сплавы, слябы, стальные канаты, проволока, алюминиевая катанка, стальные панельные радиаторы и многое другое, рассказал министр по инвестициям и развитию. Организация экономического сотрудничества и развития усилит меры борьбы с международным уклонением от уплаты налогов. Это должно остановить многонациональные корпорации от использования различных схем, связанных с неуплатой налогов. Участники специальной встречи, прошедшей в Киото, указали на действия, когда компании переводят прибыль филиалов других странах, предлагающих существенно низкий уровень налогообложения. Мера, о которой говорили представители ОСР, требует от стран и территорий, которые входят в организацию, совершенствовать юридические системы для предотвращения и избежания налогообложения. К январю будут выработаны критерии для мониторинга прогресса, которого каждому участнику удастся добиться в этом вопросе. Пусть данная информация поможет вам принять правильное решение и приумножить капитал. Редактор субтитров А.Семкин